Молодым дарованием решили помочь специалисты нашего города. Для первойских школьников организовали шоу талантов. Участие в нем приняли представители творческих коллективов Первоурайска и окрестных поселков. Старания конкурсантов оценила наша съемочная группа. Настоящая русская пляска. На сцене кинотеатра «Восход» артисты танцевальной студии «Адажио». Под ритмичную музыку они делают шажки, присядки и вращения с элементами чечетки. Чтобы подготовить этот технически сложный номер, ребятам понадобилось три месяца. Результат не заставил себя долго ждать. На Екатеринбургском конкурсе их выступление высоко оценило жюри. Душа лежит к русскому народному. Нашего хореографа Екатерину Андреевну так потянуло на русский народный. Вот поставила танец нам. В общем, как бы, станцевали, думаю, справились. Все вроде отработали. Ну и все любят просто этот танец. Веселый, заводной, по-моему, хороший. Колоритный народный танец открывает шоу новых талантов. Мероприятие проходит в рамках городского конкурса «Минута успеха» и приурочено к юбилею Первоуральска. Свои творческие способности показывают 20 участников. Это юные артисты домов культуры, города и поселков. С каждым годом наши мероприятия, конечно же, совершенствуются. Мы ищем новые таланты, интересные, уже профессиональные в какой-то сфере. В рамках празднования 285-летия у нас запланировано очень много мероприятий, очень таких ярких, интересных, масштабных. Творчество представлено в нескольких жанрах. Ребята читают стихи про родной город, показывают индийские и японские танцы, а также исполняют любимые песни. Первоуральск у нас всегда славился не только металлургией, но и талантами. И я уверен, что сегодня у нас зажглась не одна звезда, поэтому очень важно поддерживать детей в творческом начинании, потому что творчество – это, можно сказать, наш отдых, наш досуг. И важно, чтобы дети занимались где-то в кружках. Это творческое событие не смогла пропустить директор музея по НТЗ и по совместительству депутат фракции «Единая Россия» Светлана Титова. Очень значимо и символично, что именно сегодня, 25 марта, это Международный день культуры и работников культуры, поэтому сегодня, в этот замечательный день, открывается такое мероприятие, которое посвящено юбилею города. 285 лет – это значимая дата, поэтому, конечно же, необходимо проводить и много культурных мероприятий. Выступающих оценивают люди творческих профессий. Они смотрят не только на технику исполнения, но и на энергетику, которая исходит от участников. С ее насущным хлебом, забывчивостью дня. Самых интересных и ярких артистов организаторы будут привлекать на различные городские мероприятия и конкурсы, ведь их главная цель – найти и продвинуть в нашем городе талантливых ребят. Ульяна Шелькова, Александр Захаров. Хроника дня.